Нелегальные окна в Европу. 49 мигрантов погибли, более 300 спасены в Средиземном море. Итальянские военные моряки нашли в субботу переполненное судно близ берегов Ливии. Попытка добраться до Старого Света водным путем стоила жизни 2000 выходцев из Африки с начала года. За это же время четверть миллиона человек уже в Евросоюзе рассредоточились. С берега Франции они штурмуют тоннель под проливом Ла-Манш в надежде попасть в Великобританию. Туда же предлагают доставить бельгийские контрабандисты за 3000 евро с человека. Конечно, без гарантии. Вопрос о мигрантах для Евросоюза будет в ближайшие годы намного более острым, чем о долгах Греции и о стабильности евро, заявила сегодня Ангела Меркель. В Германии эта тема расколола общество. Каждая неделя начинается с уличных акций за и против приезжих. Иван Благой на месте изучил настроение. Над этим роликом неонацистов из Трира смеялась вся Германия. И вот эти карикатурные персонажи где-то у забора будут что-то говорить про чистоту немецкой нации, появились даже пародии. Смотрите, у меня факел в руках. Но затем в Дортмунде местные ультраправые начали формировать отряды для патрулирования улиц. Все это вместе с массовыми поджогами центров по размещению мигрантов вызывает у властей не усмешку, а совсем настоящую тревогу. Это необъяснимо, неприемлемо и недостойно нашей страны. Мы будем противодействовать этому, используя всю власть закона и политическую власть, которая у нас есть. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер лично инспектирует центры временного размещения беженцев. На этот раз он приехал в маленький городок Айзенхютенштадт в земле Бранденбург. Привычная картина, лагерь переполнен. Здесь в Айзенхютенштадте так же плохо, как и в Сирии. Только что в тот же центр по размещению беженцев получил распределение Искандер Рана из Пакистана. Показывая нам билеты и бумаги, говорит, тысячи и тысячи таких, как он, еще в пути. А что полиция? Полиция помогает. Все открыто, все границы открыты. Пакистанцы, ливийцы, сирийцы, афганцы, бегущие в Европу граждане Эритреи, Конго, Албании, Македонии. Германия среди мигрантов сегодня самая популярная страна во всем Евросоюзе. По статистике, лишь 40% из тех, кто подает заявление на получение статуса беженцы, этот статус в итоге получают. Остальные подлежат депортации. Все об этом знают, но все равно продолжают ехать в Германию. В том числе потому, что немцы славятся своим индивидуальным подходом. Заявки рассматривают медленно. В стране в ожидании можно пробыть более года. За это время найти возможность остаться. Немецкое общество живет новостями о мигрантах. Сегодня все обсуждают чернокожую тезку канцлера. Беженка из Ганы назвала родившуюся на немецкой земле дочку Ангелой Меркель. Дожды она станет президентом. Говорят всякое. Одни возмущены шуточками в телеэфире при выдаче приезжим пособий. Налогоплательщики не рабы лампы. А сейчас скажите Сим Салабим. Вот ваши деньги. Другие испытывают гордость за ведущего новостей. В пример он привел водителя автобуса, который по громкой связи приветствовал мигрантов. Добро пожаловать в Германию. Добро пожаловать в мою страну. Хорошего дня. Иногда это бывает так просто. Хотя в целом, согласно опросам, к приезжим немцы относятся с пониманием. Каждый второй возражает против того, чтобы лагерь беженцев возник рядом с его домом. Наименее гостеприимные восточные немцы на этой встрече с властями жители саксонского города Фрайберг нервничают и требуют обеспечить им безопасность. Народ опасается. Государство не должно ждать, пока что-нибудь случится. Мы должны защитить граждан. Государственная машина скрипит так, как будто механизм этот и вовсе не немецкий. Мигранты даже после регистрации часто предоставлены сами себе. Сейчас я сплю в парке. Почему? Нет гостиницы. И у вас есть документы на проживание в отеле, так? Я прихожу в гостиницу и в каждом мне отказывают. Так и не ясно, из-за чего отказывают. Из-за имени Джихад или потому что деньги с государства за таких постояльцев получить очень непросто. Впрочем, возможно, этому сирийцу повезет, так как двум беженцам из Эритреи. Их у себя дома разместил депутат Бундестага от партии Ангелы Меркель. Мы не можем в Германии всех принять, но тех, чья жизнь находится под угрозой, мы обязаны принять и должны к ним относиться как к людям. Мы хотим подать людям пример. Но тем временем каждую неделю в разных городах Германии продолжают проходить митинги. Тех, кого нынешнее положение раздражает. Почему одни страны, как, например, Польша, принимают несколько сотен беженцев, а Германия сотни тысяч? И тех, кто рад еще большему числу мигрантов. У нас в Германии 8 или 10 процентов иностранцев. И я не вижу в этом проблемы. Но проблема есть, раз даже европейские ценности пали под ее натиском. Как выяснили журналисты телекомпании АРД, Брюссель в вопросе беженцев готов сотрудничать даже с президентом Судана Амаром Альбаширом, ареста которого по обвинению в преступлениях против человечности требовал Международный уголовный суд. Вполне возможно, европейцы просто не хотят наступать на те же грабли. Помнят, как помогали США свергать тирана Муаммара Каддафи, а в итоге получили кровавый конфликт и толпы беженцев у себя дома. И вам благо, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Первый канал, Германия.